Итак, дорогие друзья, моя всерезочка будет коротенькая. Сейчас написал нам один наш подписчик, не знаю, или просто зритель, у него проблема, у него белый помет у бройлера. Вот смотрите, вот в таком формате белизна в помете является нормальной. Это соли мочевой кислоты, так как птица у нас не писает, с пометом у нее выходит и влага из организма, и, соответственно, остатки ее жизнедеятельности, организма. И поэтому вот такое вкрапление белого считается нормальным, абсолютно сформированным, хорошим пометом, и пугаться этого не надо. Если у птицы помет белый со слизью, жидкий с белым, вот тогда мы обязательно уже бьем в колокола, смотрим за поведением птицы. И в идеале, конечно же, обращаемся к ветеринару с нашими тревогами и опасениями, потому что ветеринар может быстрее поставить диагноз нашей птички, и мы быстрее точечно можем ударить нужное место, что называется. А так преждевременно сказать только чисто по помету и больше ни почему, как бы никто вряд ли вам сможет помочь, никто не сможет вам сказать. И момент такой, белый помет, жидкий и с вкраплениями слизи, нехороший, может быть по очень многим причинам, начиная с лимонеллезы, колебактериозы всевозможные там, и даже кокцидиозы какие-то из видов будут. Это конечная стадия уже с кровью помет, а он может быть и белый жидкий там, допустим. Поэтому нужно смотреть индивидуально еще и по внутренним органам птицы, если вы уже получили падеж на этом основании, или по поведению, в том числе, если падежа пока не было, смотрим и цветы гребня, как кушают, пьют, как что делают, кохлятся или нет. Это очень важные моменты. Здоровья вам и вашей птичке! Ну, смотрите, еще дополню, белый помет будет у всех особей, которые больны водянкой, в том числе, потому что они на последней стадии перестают есть, если вы посмотрите на задницу, у них будут белые подтеки. Когда птица перестает питаться, у нее начинается белый понос, как раз. И еще вот такой момент я хотел затронуть. Вот смотрите, как сказать, закономерность между ярусами возникновения водянки я не вижу. Вот я пытаюсь разные варианты анализировать, вот уже даже вот до такого, что, может быть, внизу больше водянки, вверху меньше или наоборот. Вот посмотрите, вот у меня вот на этом рисуночке я от УВЭ это убрал водянка. Я сегодня двоих вот отсюда убрал водянышник сам. Ну, смысл какой? Они все равно сдохнут, я точно это знаю. Я их убрал. То есть у меня вот получается, да, вот с этого яруса я убрал уже 5 птиц в общей сумме. Три водянки и два, один СВС и один я не вскрывал падеж. Казалось бы, да, вот сейчас при такой вот схеме, как это у меня обозначено, здесь вот максимальный падеж наверху у меня. Но это не так, потому что вот здесь у меня два падежа было уже, но я уже вижу здесь трех, минимум трех претендентов, которых я завтра уберу сам. Да, потому что, ну, я не знаю, есть такая, мы читали, вот Лена об этом лучше может рассказать, есть такая теория, что асцит имеет вирусную теологию, то есть он может как-то заражать другую птицу. Ну, я не знаю, насколько можно этой информации доверять, но где ты это вычитывал? Саша, ну это не асцит заразен, понимаешь? А, ну это какая-то болезнь, которая вызывает асцит как раз. Следствие чего? Недостаточности болезненной работы чего у нас? Легких, сердца и печени, правильно? Да. Все, то есть любое из заболеваний, которое поражает легкие сердце и печень, пережитое птицей, может в результате вылиться в асцит, понимаешь? Ну, это любое заболевание, вызывающее дисбаланс от водосолевого баланса. Да, да, да. Водосолевой баланс нарушается в организме птицы по множеству причин, и вот это множество причин может носить сама причина именно в вирусной теологии. Да, поэтому она меня убеждает, что убирай сразу птицу, как только понимаешь, что из нее ничего не выйдет толкового. Вот поэтому оттуда я уже пятерых убрал, и завтра отсюда я еще троих уберу с нижнего яруса. То есть никакой зависимости вот такой сильной из вот даже предыдущих партий я не вижу. Где-то больше в верхнем ярусе, где-то в какой-то партии больше в нижнем ярусе это происходит, где-то в среднем. В общем, короче, вот пока на, скажем, размещение птицы по ярусам я никакой зависимости такой, ну, характерной не вижу, где больше, где меньше. Ну, а как ты считаешь, какая может быть подоплека этой зависимости? Два градуса температура? Ну, вдруг, я не знаю. Или вентиляция? Да, может быть, здесь газов аммиачных больше, все-таки, недостаточно вентиляции. Отсюда тянет больше. Наверху получше дышится. Но нет, видите, как видите, и наверху дохнут, и внизу дохнут. Так что пока мы не разобрались в этом. Ну, вот в том видео, о котором ты сказал, в общем-то, я подтверждаю, что пока каждое слово наше там. Я считаю, что так и есть. А, видео, которое вы писали, ссылочку мы оставили. По поводу ассыта, да, наше видение на сегодняшний день. Остались прежними, я считаю. Но все равно до конца непонятно. Верни как, непонятно. Вы знаете, вот самое простое нам вот, для нас сейчас самое очевидное, это, что зависит от яйца. Вот, вот, честное слово, одна партия минимум водянки там, да, скажем, из, я не знаю, из 150-200 штук там, но до 6-8 особей гибнет, остальные все выживают. А другая партия, те же условия, я не знаю, сколько у нас туда, под 40 у нас погибло, да, под 40 из 180, по-моему. Все то же самое. И яйцо вроде одного производителя, да, и с одного места куплено. Не можем объяснить пока. Но в пользу того, что это может вносить какую-то вирусную теологию, и в пользу того, что это все-таки не яйцо, свидетельствует то, что бывает в хозяйстве, куда ты отдаешься у цыпленка, и у них ни одного нет водянки, когда у тебя есть. Да. Процент попадания, вероятность, что это? Ну, там маленькое поголовье. Ну, хорошо, 50 штук, но если у тебя из 180-40 сдохло, то у них хотя бы 5-то должно. Ну, хотя бы 5. Ну, многие не скрывают, во-первых. Не вскрывают? Сдохло и сдох, как бы, да, и отчего, неизвестно. Ну, есть такое, если никто не вздохнул. Но есть все равно, да, есть зависимость, о которой Елена говорит, что вот, допустим, у нас проблемы, да, а у кого-то из того же яйца или тот же цыпленок, который у нас приобретался, проблем нет. Загадка, ребят, загадка. Но мы будем работать, копать над решением этой проблемы. Но пока ничего вот конкретного сказать не можем. Однозначно, ну, мое мнение, не кидайтесь в меня кухлыми яйцами, не считая, что вентиляция, панацея точно, и что она прям значительное какое-то значение в искоренении этой проблемы может оказать. Вот сейчас как раз у нас эксперимент с вентиляцией, как раз в большей степени посвященный вот этой проблеме асцита. Посмотрим, понаблюдаем. Но вот уже на этой партии у нас работает новая вентиляция, и вы видите результат. У нас... Вот он, ну, вот он стоит. А вот он стоит. Вот, кстати, стоит. Вон стоит, видите, у поилки, я не знаю, вам, наверное, не видно. Фиолетовый стоит, да. Да, у него и жопа гигантская. Вот эти двое завтра отправятся в мир иной с моей помощью, ну, чтобы не мучились и чтобы, мало ли там, они больны чем-то другим и могут передать это заболевание оставшимся. Саш, ну вот вентиляция, ты говоришь. Вентиляция может носить тот же самый принцип, что и вирусная этиология, мое подозрение. Вентиляция может не дать распространиться или развиться заболеванию легких, сердца или печени. Хорошая вентиляция тоже важна для этих вещей. И как следствие, меньше водянки, например. Я согласен. Тогда объясни мне. Вентиляция новая на этой партии работает. Значит, это... С 10 дней их, как им было отроду, 10 дней. Тягачит вентиляция, которую я просчитал. Это будет в ролике. Просчитал, она в два раза больше меняет здесь объем воздуха, чем нужно вот этой птице в этом возрасте. И, пожалуйста, все равно водянка. Значит, легкие или печень, или сердце у этой птицы больны не по причине нехватки воздуха и кислорода или воздухообмена в птичнике. Понимаешь? Причина другая. Вот в этом и суть. Я их скрываю. Ничего, все ордены нормальные. Вот почему, это вот вопрос. Ладно. Грузанули мы у вас опять не по теме. Все, пока еще раз.